Ежегодная Байкальская лидерская конференция состоялась в столице Бурятии. Подробности в репортаже нашего корреспондента из Улан-Удэ Даримы Айржанаевой. Ежегодная Байкальская лидерская конференция состоялась в столице Бурятии. С 16 по 24 июня в Улан-Удэ проходило одно из важнейших событий, которого ждали все верующие в ангельских церквей региона – 17-я Байкальская лидерская конференция. Данное мероприятие носит международный характер и ежегодно объединяет пасторов и евангелистов из разных стран и континентов. Главными спикерами и гостями на этот раз стали австралийский доктор богословия Камил Майдели, епископ из Филиппин Фрэнк Сантос и миссионер из США Виктор Барус. Инициатором Байкальской конференции на протяжении 17 лет является президент международной миссии, старший пастор церкви City Mission Church Витионг Хау. Его команда учителей-миссионеров каждый год приезжает в Бурятию. Наша цель – это привнести единство. Байкальские церкви являются одними из сильнейших по всей России. Я приехал на Байкал впервые в 90-м году, а в Бурятии в 96-м. Наша цель – это обучить новых лидеров, которые привнесут качественные изменения в город, наполненные Словом Божьим, желанием проповед Евангелия, которые будут молиться за пробуждение и ходатайствовать, чтобы церковь могла процветать. Основная тема события – рост и преуспевание Царственной Церкви. Конференция привлекает с каждым годом всё больше людей. Обширная программа в виде различных сессий и евангелизационных собраний вдохновляет верующих и дают необходимые знания, чтобы эффективно служить. Из российских спикеров выступил пастор из Красноярска Владимир Ашаев. Владимир Анатольевич выступил в качестве одного из ключевых спикеров и провёл евангелизационное служение «Пробуждение». Сегодня церкви должны подняться в силе Божией и в огне Духа Святого, для того, чтобы явить этому миру славу Христа, чтобы принести именно небеса на землю. Это наша задача – не попасть просто на небо, а чтобы небеса на землю принести. В Библии говорится, что даже тварь стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. И вот сегодня церковь, как сыны Божьи, они должны открыться этому миру, потому что Он ожидает этого в силе и в Духе Святом. Каждый вечер были организованы евангелизационные собрания. Десятки человек вышли на покаяние и приняли Иисуса Христа своим Богом и Спасителем. О том, как уверовал в Иисуса Христа и нашёл своё призвание, рассказал пастор из Филиппин Фрэнк Сантос. Я принял Господа Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, когда мне было 18 лет. Я учился на втором курсе университета и изучал гражданскую инженерию. Когда я принял спасение, это изменило мою жизнь полностью. Это дало мне цель, значение, полноту жизни. До этого у меня в жизни была пустота. Когда я был на третьем курсе университета, я получил призвание. Я хотел оставить университет, но друзья посоветовали закончить его. После окончания я поступил в семинарию для того, чтобы подготовить себя к служению Евангелия. Позже я стал пастором Баптистской церкви на Филиппинах, и около 30 лет я являюсь пастором. Виктор Борус вместе с семьёй на протяжении 10 лет служил в России миссионером. На сегодняшний день он живёт в Джексонвилле, штат Флорида, и состоит в организации GoToNations. Виктор Борус по сей день продолжает путешествовать и проповедовать Евангелие. И там я получил призыв, как быть миссионером. Я был в Пекине. Там широкие дороги, много велосипедей, то есть толпа, толпа народ. И я слышал, как Дух Святой сказал мне, вот люди погибают без хлеба, хлеб жизни. То есть я сразу понял, это Евангелие. И вокруг все эти люди, они не знали Евангелие. И я чувствую в этот момент, что я должен это сделать не только на лето, но и на всю жизнь. Сила единых молитв верующих, обилие драгоценного Слова Божьего в эти дни вдохновляет каждого христианина следовать за Христом. Байкальская конференция является одним из тех важных звеньев, объединяющим христиан Бурятии и гостей не только ближайших городов, но и из-за рубежа. На будущий год ожидается приезд проповедника из Индии Давида Джабакумара, в том числе постоянного спикера и основателя конференции пастора Витяон Хау. Дарима Иржанаева, Аюрбата Мункуев. Специально для телеканала Благих Новостей.